преимущество бим подхода при расчетах и экспертизе смет всем добрый день я в своем докладе попытаюсь рассказать о том какие дополнительные вообще преимущества дает информационное моделирование при расчетах и экспертизе цен так как у меня основная часть и акценты будут расставлены именно на экспертизе про расчеты я в кольц упомянул коллеги сегодня расскажут про расчеты смет на основе данных информационных моделей вкратце компании которые я представляю компания называется wizard софт занимается разработкой программного обеспечения на рынке с 93 года с 2017 года занимаемся интеграцией с бим системами на текущий момент поддерживаем не только зарубежные сапры и любим системы но и отечественные в том числе к ним относится ринга на на накат модул studio кадлип теперь теме выступления в общем хотел еще раз напомнить или рассказать тем кто не в курсе какие ключевые показатели есть смертной документации которые нужно проверять первую очередь это соответствие сметных норм конструктивным решением то есть насколько выбранный фэр тр сон и так далее соответствует тому конструктивному решению который существует в проекте здесь есть очень много нюансов и особенностей они связаны с тем что в текущий смет нормативной базе отсутствует полный набор всех необходимых сметных норм зачастую приходится расценки применять использовать применительно то есть если сметчики ездить они это прекрасно знают о том как решить этот вопрос используем я тоже скажу есть несколько идей следующий момент который требует проверки это соответствие примененных коэффициентов условиям производства работ речь идет о коэффициентах на стесненные условия труда и каких-нибудь других коэффициентов тех частей которые могут влиять на стоимостные характеристики и количественные показатели в том числе здесь речь идет не только о проверке соответствия коэффициента подобранной норме но и соответствие коэффициента фактическом условии производства работ которые описаны в пост далее это соответствие нормативов накладных расходов сметные прибыли дополнительных затрат и других нормативных показателей нужно убедиться что размер накладных расходов расценки был посчитан правильно если коэффициент или может быть он лишний или может быть не тот коэффициент поправочный который применяется к ставку накладных расходов сметные прибыли это тоже нужно проверять далее это соответствие примененных индексах пересчета в текущий уровень цен речь идет об базисный и индексные методы определения сметной стоимости и о ресурс на индекс на методе определения сметной стоимости далее это соответствия поместятся действующим нормативно правым актом ну ни для кого не секрет что методике время от времени меняются раньше сметчики читали используя мтс-35 теперь перешли на 421 приказ а с недавно недавнего времени вышли изменения в этот приказ 557 он внес некоторые правки методику расчета то есть речь идет именно об этом одно дело взять действующую расценку применить ее к добавить ее смету посчитать коэффициенты все остальное другое дело какие настройки и способы расчета применяются например перемножили коэффициенты забыли округлить до семи знаков все уже не соответствие действующему даже если коэффициенты были правильные и есть ряд также немаловажных показателей которые требует требует проверять это объемы объемы работ объемы материалов и цена цена за единицу то что там итоговая стоимость учетом коэффициентов всего остального это я думаю понятно вот это для того чтобы подвести к тому какие преимущества даст нам бим подход и какие из этих вот показателей мы можем проверить быстрее проще или даже автоматически если говорить о традиционных инструментах автоматизации которые существуют на данный момент но я вот иногда сравниваю два подхода бим подход и другой подход добим я называю традиционный не знаю как коллеги называют в общем есть традиционный подход есть бим подход для формирования сметной документации так вот и речь сейчас идет о традиционных инструментах автоматизации любая сметная программа которая существует на рынке будь то wizard будь то гранд смета в с реки так далее каждый из этих сметных программ существуют инструменты по проверке на соответствие позиции смете позициям базах данных то есть принцип очень простой если есть база данных мы можем сравнить информацию смете с базой данных и получить какой-то результат соответствует или нет первую очередь это соответствие там таких простых вещей как наименование расценок единиц измерения казалось бы зачем вообще это проверять но если мы вернемся к вопросу применительных расценок это будет актуально потому что можно будет поменять наименование позиций и потом не понять почему шифра расценки не соответствует наименованию работ такой инструмент проверки есть в сметных программах указательные единицы измерения не знаю сталкиваясь с таким или нет но допустим поменяв кратность измерителя в меньшую сторону на 10 раз и увеличив при этом объем большую сторону на 10 раз мы получаем визуально читая одинаковое количество но по факту она увеличивается в 10 раз то есть соответственно эти показатели тоже можно проверять также программа позволяет проверять цену за единицу просто идет сверка информации которая находится в расценке материале с тем что есть справочниках эта цена за единицу не итоговая стоимость с учетом объема коэффициентов и так далее а за единицу также программа имеет проверять перечень и норму расхода ресурсов то есть если сметчик вносил какие-то изменения в ресурсы например поменял их состав поменял расход ресурсов если не говорить про изменения там нормированных ресурсов есть ресурсы которые не нормированы мир расходок тоже меняем и программа позволяет проверить все вот эти вот вещи то есть как поменялся состав ресурсов расценки как поменялся поменялась норма расхода в некоторых случаях изменение нормы расхода ресурса не является ошибкой это зависит от того какие проектные данные у нас есть в качестве источника информации также можно проверять нормативы накладных расходов и сметной прибыли программа может сверить ставки может сверить соответствие видов работ которые есть в расценках тем что тем тем данным которые есть базе также можно проверить индексы если они есть базах данных про сметной программы то есть если мы не вводим их вручную по каким-либо причинам и можно проверить коэффициенты тех частей касательно коэффициентов тех частей программа проверяет соответствует ли обоснование коэффициента шифру расценки не более программа не сможет проверить соответствует ли подобранный коэффициент условиям производства работы такого инструментария нету автоматизирована не проверяются объемы потому что в традиционном подходе формирование сметной документации нету каких-либо инструментов баз данных или чего-то еще связанного со сметой чтобы можно было эти объемы проверить проверка объемов выполняется всегда вручную мы можем сверить с ведомостью объемов работ если она есть но и тоже не факт что она сама ведомость составлена правильно также нету автоматизации проверки соответствия сметных норм конструктивным решением то есть правильную ли и расценку мы взяли или нет я сейчас не говорю про мнение экспертов потому что они могут отличаться то есть на один и тот же элемент можно применить разные расценки и все они могут быть правильными я говорю про другую ситуацию когда у нас например есть колонна а мы применяем расценку на устройство стен примеру проверить автоматизировано это в традиционном подходе невозможно соответственно вот теперь уже преимущество бим подхода при проверке некоторые преимущества просто увеличивают скорость и удобство проверки то есть например вот соответствие смертных норм конструктивным решениям в текущим текущим функционале или в разработанных программных продуктах позволяет проверить это быстрее то есть взять позицию в смете и увидеть конструктивное решение в информационной модели 3d модели и нам будет проще определить соответствует она ему или нет дополнительно изучив при этом атрибутику этого элемента если мы говорим про традиционный подход выбрав в позицию смете нам нужно будет найти соответствующий чертеж соответствующую спецификацию выделить ту часть чертежа расценка по которой была посчитана и определить соответствует или нет это делается гораздо дольше и сложнее здесь это делается гораздо быстрее за счет того какие преимущества дает такой подход при формировании сметы также есть возможность очень легко и быстро проверять все элементы все ли элементы проекта учтены в смете и все ли расценки сметы связаны с проектом то есть можно например добавить несколько позиций при традиционном подходе и для того чтобы определить а связанные ли они вообще с какими-то проектными решениями нужно потратить уйму времени здесь это делается гораздо быстрее и самое главное это соответствие объемов при этом такой подход позволяет разработать и применить инструменты автоматизации этих проверок ну простым языком нажали кнопку и программа показала какие расценки не соответствуют проекту бим подходе это становится возможным традиционном подходе так сделать нельзя по поводу новых xml схем опять же для сметчиков не секрет по приказу минстроя приказ был еще в семнадцатом году передавать сметную документацию на государственную экспертизу нужно именно xml формате причем по схемам которые опубликованы на сайте минстроя первые схемы были опубликованы в мае прошлого года теперь про новые схемы как это вообще связано с проверкой экспертизы понятно как это связано как это связано с бим новые схемы которые будут были опубликованы на сайте минстроя это было по моему 13 сентября этого года это значит по истечении трех месяцев они вступают силу в эти схемы добавили новый блок которого ранее не было вообще никогда блок называется бим дата соответствии с этим блоком смертной документации должна содержаться информация из моделей но в частности здесь говорится речь и ведется речь о идентификаторе элементов а и все файли то есть как не этот идентификатор занести в смету кроме как сделать смету по модели никак но это можно конечно делать вручную но тогда смысл вообще всего этого дела то есть технически вручную это можно сделать но на это вы потратите очень много времени потому что идентификатор состоит там из одного количества символов один идентификатор на один элемент элементов могут быть десятки сотни тысяч вот представьте сколько символов вам нужно будет ввести вручную смету для того чтобы получить такой результат поэтому чтобы передать смету на государственную экспертизу в которой будет содержаться данный блок автоматический формироваться там вам нужно сформировать смету по модели используя соответствующие инструменты таких инструментов на рынке несколько теперь касательно по для автоматизации экспертизы есть одно из решений на базе сметы wizard со встроенным просмотрщиком и все файлов первые два очень ключевых важных момента здесь реализована поддержка форматов xml которая опубликованы на сайте минстрой по схемам которые там опубликованы и поддержка а если если смета формируется по информационной модели она заранее будет себе содержать информацию и за и все и при этом даст нам возможность автоматически проверить эти данные наличие просмотрщика используется не только для того чтобы получить трехмерное изображение объекта получить выборку элементов для того чтобы по это больше удобно наверное для составления сметы а вот наличие полей которые позволяют показывать суммарные значения количественных характеристик из информационной модели или другими словами из проекта позволяет сравнивать эти количественные характеристики с тем что есть в смете это очень важный момент ну и последнее наличие вот такого подхода позволяет разработать инструменты автоматизации которые будут значительно увеличивать точность и скорость проведения экспертизы сметной документации здесь речь идет о автоматическом поиске позиции которые не связаны с проектом и наоборот поиск позиции проекта которые не попали в смету по каким-либо причинам речь идет о возможности идентифицировать не идентифицировать а проверить объемы на соответствие проектным данным потому что а и все который попадает в сметную программу содержит свои объемы и задача как раз эксперты определить соответствует ли они тому что посчитал сметчик и здесь конечно нужно учитывать тот момент что объемы могут каким-то образом модифицироваться тем же сметчиком например количество материалов то есть если сметчик добавляет материалы за расценку если в общих частях по сборнику не описаны нормы трудно устранимых потери отходов сметчику приходится лезть соответствующие документы применять коэффициенты количество материала для того чтобы получить правильное количество этого материала в смете то есть в таком случае получится ситуация когда количество материала не будет соответствовать объему в проекте и вот как раз эти инструменты позволят такие позиции очень быстро определить а дальше уже эксперт решает правильно ли сменчик посчитал или нет вот это вот решение в этом году на шестом всероссийском конкурсе тим лидеры заняло первое место номинации лучшая тим идея года ну и вот такой момент еще в общем бим это здорово но бим не всегда и не все задачи может упростить или автоматизировать пока что при помощи такого подхода нельзя автоматизировать процесс соответствия выбранных сметных норм конструктивным решением то есть нету кнопки которая скажет что вот эту расценку вы точно правильно подобрали или у этого элемента точно должна быть такая расценка ну во-первых это связано с тем что текущие нормативные документы и точнее базы они не содержат полного набора всех расценок не учитывают все технологии если мы берем расценку применительно то тут нужно уже подключать эксперта и проверять конкретно вот правильно это он сделал или нет и соответствие применных коэффициентов тех частей так как в текущих информационных моделях информации о условиях производства работ нету эти данные сменщик берет из других источников и дополняет сметную документацию соответственно нету вот той той нужной связи при помощи которой можно автоматизировать такие процессы тем не менее вот эти вот задачи можно будет автоматизировать в будущем при наличии необходимого набора баз данных и главное бим не поможет проверить цену бим вообще никак не влияет на то правильно ли применилась цена индексы правильно ли почитались соответствует ли цена за единицу материала или оборудование действительно или она или нет бим в этом деле не помощник все остальное и может сделать и значительно ускорить процесс формирования отчета экспертизы но про преимущество я уже особо рассказывать не буду преимущество бим подхода при расчете сметной документации коллеги еще расскажут сегодня это сокращение сроков подготовки документации автоматические изменения сметы при изменении проектных решений тоже очень важный момент бимах это делается гораздо быстрее чем традиционном подходе ну и за счет того что элементы информационных моделей связываются с сметными нормами или позиции сметы связаны с элементами информационных моделей мы получаем возможность автоматизировать экспертизу и в таком подходе проектирование может учитывать стоимость не только материальных ресурсов и оборудования еще и стоимость прямых затрату и зарплату эксплуатацию машин механизмов накладные расходы сметную прибыль доп затраты это очень важный момент в процессе выбора тех или иных проектных решений получаем более точный стоимостной расчет вот в чем основная задача бимов это сокращение ручного труда и автоматизация процессов у меня все спасибо за внимание если есть вопросы могу ответить если есть время спасибо николай валерьевич есть вопросы из зала вы располагаете временем у меня есть вопросы к вам давайте получается если я правильно понял это мод плагин среди разработки у вас до потом программное обеспечение которое как бы как трансфер осуществляет непосредственно сметную программу я правильно понимаю да плагин для сапра передает информацию сметное по напрямую в гранд смету или есть еще переходной какой-то смету визор гранд смету есть вот у коллег свои решения передают свои продукты то есть но и если ну если взять вычета rps можно передать любую сметную программу но тут есть свои определенные ограничения по сценариям использования то есть это получается бим менеджер условный до должен уметь сметах что-то разбираться или это сметчик должен уметь в цифровом информационном моделировании но на самом деле в таком подходе сметчику нужно владеть только инструментами навигации модели то есть уметь ее крутить изолировать элементы скрывать и так далее этого вполне достаточно то есть не надо быть проектировщиком или проектировщику любимый менеджер убить сметчик не надо эта компетенция сметчика непосредственно такой вопрос мы работаем получается с моделью назначили там смертные свойства элементу потом модель немножко поменялась смертные свойства нам подсветит что вероятнее всего что нужно поменять если изменения были изменения размерных параметров там увеличили толщину высоту здесь ничего делать не нужно то есть программа автоматически поменяет выбор сметных норм и просто перегнать их через конвертер в сметную программу если изменения были связаны с изменением проектного решения материалы и так далее здесь получится ситуация что в модели остались неосмеченные элементы и нужно будет их доработать понял большое спасибо если вопросов нет передаем слово константин григорьевичу букалову руководителю направления автоматизации строительства и недвижимости 1с софт здравствуйте уважаемые коллеги так пока ищут мою презентацию мы с вами сегодня будем говорить об экономической эффективности целью любых программ которые разрабатывают наши разработчики которые вы видите то что там вот трехмерные объекты вращаются что-то с ними происходит календарные планы графики это все заточено и необходимо для того чтобы повышать экономическую эффективность конкретного предприятия любое коммерческое предприятие создается для получения прибыли если посмотреть статистику по внедрением ERP решений фирмы 1с за несколько ну за десяток лет с 2007 по 2021 год это мы смотрим по всем отраслям и по промышленности по производству по сельскому хозяйству по строительству да то мы с вами можем по разным проектам которые до 200 рабочих мест и больше 200 рабочих мест смотреть по на следующие показатели эффективности самый главный самый главный это рост прибыли потому что как сказал это цель любой деятельности внедрять программные продукты ради внедрения программных продуктов с моей точки зрения это бессмысленно от любого внедрения должен быть обязательно эффект в 2019 году мы выпустили программный комплекс 1с бим 6d в него входят программные продукты ринга пьем управления проектами смета управление строительной организацией арендой управления недвижимостью 1с риэлтор практически обо всех программах вы уже слышали на сегодняшних докладах которые были предыдущие дни вот я немножко подытожу то что рассказывали коллеги что касается ринги какие результаты проекта внедрения и какие эффекты от ее внедрения до длительность разработки проектов на 30 процентов быстрее по сравнению с популярными зарубежными аналогами время обучения существенно я пока даже очень сильно сокращается всего 7 14 дней достаточно для обучения специалистов еще один вариант когда делали проект обратите пожалуйста внимание оптимизация изначальной концепции сокращение общей площади здания с 23 тысяч до 19 с половиной тысяч квадратных метров при сохранении производительности экономия затрат на капитальное строительство 15 процентов сколько это в деньгах то есть когда у вас экономия получается практически три с половиной тысячи квадратных метров промышленного здания ну как бы я рассказывать не буду но это не одна сотня миллионов рублей по управлению проектами вот как бы от предприятия он project да на 100 рабочих не за 10 месяцев внедрили систему повысили точность учета рабочего времени с 25 до 95 процентов об данной программе еще будет рассказывать мой коллега сегодня подробно останавливаться не буду также данная программа внедрена в компании него лап на 120 рабочих мест за два года трудозатраты на 20 процентов сократились производственные издержки на 30 процентов сроки исполнения заказов на 70 процентов и производительность труда также выросла на 70 процентов наша программа один из смета компания биогрупп крупнейший строитель в республике казахстан на 100 рабочих мест за один год в два раза сократили время на подготовку сметной документации четыре раза ускорили процесс мониторинга цен и соответственно в два с половиной раза сократили затраты на сопровождение программного продукта группа компаний екс внедряли они флагманское решение управления строительной организацией на 200 рабочих мест соответственно они сократили сроки оценки рентабельности проекта на 14 дней то что я вам показываю то что буду показывать это реальные отзывы клиентов то есть это мы тут ничего не выдумываем компания северсталь реализовали единую информационную систему на базе решения 1с мета и пьем управления проектами на 350 рабочих мест один из крупнейших проектов по внедрению данных системы соответственно за полтора года зависимости от исполнителей при расчете проверки сметных документаций исчезла потеря данных прекратилась и полностью прозрачный ход выполнения согласования актов выполненных работ компания северсталь это тоже один из крупнейших в мире производителей стали проката на территории российской федерации и зарубежья управление строительной организации в компании ник проект на 40 рабочих мест за 7 месяцев трудозатраты сократились на 20 процентов материальные запасы то есть те которые не были использованы в процессе строительства сократились на 30 процентов трес гидромонтаж тоже одно из крупнейших предприятий на территории россии строительства строят москве по всей россии внедрили 150 рабочих мест за один год также 75 процентов сокращено время подготовки оперативной четности закрытие периода сокращено на 40 процентов и планируется сокращение объема необходимых оборотных средств на 4 процента оборотные средства у строительной организации обычно измеряются десятками сотнями миллиардов рублей что касается если конкретизировать экономические эффекты от внедрения именно конкретно в строительстве то мы видим довольно таки неоднозначную картину да то что от рост прибыли 5 процентов снижение объемов материальных запасов и многое другое к сожалению статистика взята всего по восьми проектам которые были с 2009 по 2019 год расскажу вам одну историю не так давно один большой большой банк который выдает очень много проектного финансирования пришел к нам запросом по автоматизации форм своей банковской отчетности которая который он собирает застройщиков которые берут у него проектное финансирование и которые в дальнейшем строят эти дома мы пошли к застройщику то есть тот который был клиентом этого банка и предложили застройщику абсолютно бесплатно на основе его опыта на основе его работы сделать эту отчетность к сожалению ничего не получилось потому что застройщик сказал следующее то что мы у себя ведем одно банку показываем второе в налоговую показываем третье то есть при таком подходе оценить действительно как будто чтобы массово было как будто не восемь а больше клиентов давали информацию к сожалению и довольно таки тяжело соответственно по аренде управления недвижимостью также проект росгеологии сокращение трудозатрат и многие другие эффекты хочу остановиться на одном проекте это почта россии также автоматизировано весь имущественный комплекс автоматизирован на решение аренду управления недвижимостью трудозатраты сокращаются на 50 процентов получение отчетности управленческой ускорилась пять раз по риэлтору также аналогичные показатели по эффективности и соответственно в этом году нет извините в ноябре 2021 года мы сделали совместное предприятие с группой компании smart engineers разработали совместный сервис по автоматизации исполнен составлению исполнения документации также показатели эффективности в среднем 45 процентов ускорения оформления документации 35 процентов уменьшается время на 30 процентов уменьшается стоимость оформления соответственно внедряйте наше решение повышайте эффективность своего бизнеса если есть вопросы то готов ответить спасибо константин григорьевич у меня вопросов не узала я так вижу тоже владимир алиевич изатов директор нпп а в сн расскажет пробьем сметы проблемные решения спасибо добрый день уважаемые участники сейчас будет презентация тема моей тем тема моего доклада и презентации это технологии информационного моделирования и сметы какие есть проблемы в их интеграции какие есть решения на сегодняшний день но немножко о себе мы этой тематикой занимаемся уже с 2012 года и за время за прошедшее время получили кое-какие результаты эти результаты были основаны сначала на предварительно на разработке общей нашей методологии интеграции из сметных задач с бим платформами и элемент и привод реализации всех этих решений мы столкнулись с восьмью проблемами которые я хотел бы осветить вот проблема номер один это взаимодействие участников проектного процесса вот в левой части слайда представлена традиционная схема проектирования которая сметчиков подразумевает уже как бы в конце проектного процесса когда отработали все проектное подразделение представили свои результаты в виде чертежей да и потом все это по простому говоря богатства попадает сметный отдел где начинает перерабатываться ну и в конце концов появляется какая-то сметная документация в этой традиционной схеме в плане шутки можно сказать так когда смета должна быть готова ответ позавчера так то есть времени катастрофически не хватает сметчиком на то чтобы делать свою работу качественно и из-за этого конечно в сметной документации также может появляться много-много всяких ошибок поскольку человек это в автоматизированных системах человек это элемент который вносит ошибки так и соответственно вот предыдущий доклад был по экспертизе сметной документации да на основе бим-модели это вот как раз отлавливать такие ошибки человека ну вот традиционная схема она известна теперь что предлагается предлагается одна принципиальная вещь сметчики должны стать равноправными участниками разработки бим-моделей то есть они включаются в общую команду и вот в правой части слайда все работают вокруг бим-модели берут из нее что-то помещают мне что-то и вот тут появляется одно новое качество которого нет при использовании 2d документации сметчик может начинать свою работу с появлением первого элемента бим-модели вот образно говоря только только началась бим-модель появилась там первая свая да все уже сметчик может начинать ее обрабатывать в этой схеме которая представлена в правой части слайда возможны вариантные проработки сметной документации поскольку все те изменения которые вносятся в бим-модель они немедленно становятся видны сметчиком и появление новых элементов изменение каких-то параметров уже внесенных бим-модель элементов это все контролируется автоматически и дает сигнал сметчику что вот посмотри пожалуйста вот тут проектировщики поменяли у этого элемента что-то или добавили что-то новое соответственно вот такие возможности они позволяют всей проектной команде прорабатывать свои решения в виде множества вариантов ну а вот это множество вариантов соответственно обеспечивает уже качество проекта параметры такие как стоимость его и так далее то есть вот все это но возможно уже вот в такой командной работе когда сметчики включаются в технологии информационного моделирования на равных правах со всеми остальными но вот это вот новая по простому говоря рассадка да расселись по другому работаем несколько по-другому обязательно требует бим стандартизации и вот здесь бим-менеджеры которые в общем-то призваны внедрять и у себя налаживать технологию информационного моделирования вот тут они не должны обделять вниманием сметчиков и соответственно принимать их как равноправных членов команды со всеми теми то есть должны быть системные решения в бим стандартизации которые распространяются в том числе и на сметную сферу вторая проблема сметчики не выбирают бим-платформы за них это определяет бим-менеджеры архитекторы конструкторы то есть те платформы в коту те бим-платформы в которых ведется проектирование значит сметчики просто их воспринимают как данность некоторую что вот мне нужно работать там в ренге или допустим на накаде или допустим кредо диалог зависимости от профиля специфики и вот в левой части слайда показаны те бим-платформы с которыми мы уже осуществили интеграцию умеем снимать с бим-моделей как объемную информацию так и всю параметрическую и атрибутивную так и использовать ее для составления смет это такие бим-платформы как autodesk revit с которыми мы достаточно давно уже пытаемся ну смысле наладили интеграцию это улплан фирмы немечек это авева мощнейший технологический значит инструмент для проектирования это графисофт архикат кредо дороги tecla indoor cut road вот наш наша отечественная ренга с которой интеграция у нас но наверно выполнена наиболее качественно наиболее хорошо модуль студия cs вот представлены здесь они тоже рядом у нас недалеко на накад и magicad так вот сейчас это тот круг бим-платформ с которыми мы осуществили интеграцию ну и которая наиболее скажем так массово применяются в российской федерации это решение интеграция с множеством бим-платформ она было вынужденным если бы была какая-то одна бим-платформа которая была бы но по всем параметрам вот превосходная да то но и не было бы этой проблемы а тут пришлось как бы подразумевать мультиплатформенное решение которые позволяют собирать с разных бим-платформ соответствующую информацию условно говоря если архитектурная часть сделана в архикаде а сети там какие-то сделаны в magicad то мы должны сметчики должны уметь взять и оттуда и оттуда вот это была наша скажем так генеральная линия которую мы в течение десяти лет отработали и сейчас это все у нас уже работает вторая проблема это вот представлена на плана правом правой части слайда это проприетарность или нативность или собственный формат представления результатов вот на этой круговой там диаграмме как были показаны множество тех форматов которые применяются в проектировании от них голова идет кругом что делать с этими форматом с форматами сметчиком это большой и сложный вопрос так поэтому мы здесь опирались на концепцию open beam то есть открытый бим стандарт значит с тем чтобы уйти от применения этих форматов и за основу за основу взяли сейчас будет следующий следующая третья проблема применение некоторой экспертной среды можно даже но с некоторой натяжкой сказать искусственного интеллекта который решает проблему связи конструктивой и смертной нормой вот на представленном слайде мы видим воздуховод прямоугольного сечения у которого есть такие характеристики как площадь как периметр толщина стали и в правой части слайда представлена таблица государственных элементных смертных норм в которой 21 норма дифференцированные по диаметру по толщине стали потом по толщине стали сначала потом по периметру или диаметру и по их размеру так ну периметр диаметр понятно что-то круглое что-то не круглое да прямоугольное так вот представленный скажем в левой части воздуховод его проектировщики заложили в проект осметчик уже успел его осметить так был заложен например воздуховод вот периметром от 1100 до 1600 миллиметров с толщиной стали 07 миллиметров это будет десятая норма в этой таблице так потом после анализа проектных решений значит принимается что нет площадь воздуховода слишком большая там не нужен такой мощный воздушный поток давайте уменьшим давайте уменьшим этот воздуховод и берем допустим периметр до 1000 так в этом случае уже должна применяться не 10 а 9 норма из этой таблицы так и вот как сметчику это все отслеживать вручную нет нужно экспертная среда которая связи между вот этими двумя обеими платформами будет постоянно анализировать при каждой модификации модели до анализировать вот эти параметры того же вот воздуховода нашего и если хоть какой-то параметр поменяется то это экспертная среда должна выдать другое решение но представьте что вот этот прямоугольный воздуховод заменили круглым круглый проще там монтировать это вправе проектировщики сделать конечно вправе значит соответственно вот посмотрите на эту таблицу там где-то есть диаметр где-то есть периметр то есть сразу тоже при даже при одной и той же площади уже опять будет должна быть применена реально какая-то другая норма вот отсюда вот такой был вывод что прямой переход от конструктива к сметной норме прямой переход как вот сметчики всю жизнь привязывали расценку как говорят привязать расценку да есть такое понятие он невозможен это неправильно в технологиях информационного моделирования потому что они вариантны потому что они предполагают что вот бим-модель это средоточие вообще говоря всех результатов которые вырабатывают проектировщики так это банк данных это база данных значит это нечто общее куда все это какой-то аккумулятор всех тех решений которые вырабатываются в процессе проектирования в том числе и сметных и вот в этом банке данных все должно быть между собой взаимосвязано в том плане что если вдруг меняются параметры каких-то элементов то соответственно и сметные решения должны быть другие вот эта проблема номер три связь конструктивы и сметной нормы соответственно мы ее решили разработкой так называемой базы знаний авс база знаний которая умеет принимать решения по подбору той или иной причем динамически это делается в момент когда мы снимаем с модели информацию так подбираются соответствующие подбираются такие именно расценки которые находятся вот в гармонии с теми параметрами того или иного элемента четвертая проблема это выбор формата обмена данными вот как взаимодействовать с метчиком с или нашей сметной программе с другими бим-платформами на слайде представлена слева это так называемый программный интерфейс до application programming интерфейс справа предлагается известнейший формат industry foundation класс это а и все форматы которым сейчас все много говорят так что использовать наша позиция она принципиальная позиция мы только используем api то есть api это средства взаимодействия программа программа так они общаются с собой между собой через память компьютера и нет необходимости гонять туда-сюда какие-то файлы так а и все это файловое представление он на сегодняшний день несовершенен сейчас если вот вы посмотреть телеграм-каналы допустим тот же канал рабочей группы по цифровизации там или на тимовские каналы вот вокруг этих форматов и все xml и так далее сейчас такое идет но ажиотаж до пытаются все понять как и что в общем мы в стороне а и все мы не используем для того чтобы интегрировать работу бим-платформы и нашей сметной программы то есть мы признаем приоритет за в интеграции за программным интерфейсом за api это четвертая проблема следующая пятое это интеграция расчетов с бим-платформами я уже говорил что мы в процессе своей работы интегрировались с десятью бим-платформами с каждой из них свой способ интеграции он реализуется за счет разработки плагинов так соответствующих но общее и то что мы методологически решили это при использовании рекомпозитора или интеграционного средства который собирает может собирать с разных бим-платформ информацию необходимую для осмечивая того или иного раздела сметы да и данные собранный рекомпозитор обработанные базой знаний уже попадают в сметную документацию значит но в том виде в котором они должны быть при этом мы получаем промежуточный результат в тех обменных сметных форматах которые на сегодняшний день действует тут они представлены известнейшие rps 110 которому по простому в обед 100 лет да то есть он еще в прошлом веке задумывался формат xml формат xml но это достаточно широкое понимание вот главгосэкспертиза и передо мной тут вот в предыдущем докладе было в самом первом докладе было сказано о том что сейчас главгосэкспертиза сметные расчеты принимает только в xml формате но он пока не является обменным форматом между сметными программами то есть в экспертизу мы сдавать сдаем она проверяет как-то эти форматы но вот чтобы от от из одной сметной программы в другую что-то передать вот здесь вот пока есть проблемы но я думаю что со временем это как-то все нивелируется и придет к какому-то общему знаменателю то есть наша вот бим смета как мы решили эту проблему мы реализовали бим смету но результатом который она выдает это это некий информационный продукт вот в этих обменных сметных форматах который может быть уже взят по простому говоря в любимую сметную программу то есть мы готовим такой полуфабрикат который 99 там процентов готовности да и передаем его через обменный формат в те сметные программы которые традиционно применяются в проектных организациях с тем чтобы там уже выпускать комплектную сметную документацию объектные сметы там сводные сметы расчеты ресурсной ведомости ну то есть все то что предусмотрено спдс системой проектной документации в строительстве вот бим смета это наше видение и наше предложение в части интеграции сметных расчетов с десятью бим платформами с получением результатов вот в таком промежуточном в обменном виде который может быть взят вообще в принципе в любую другую сметную программу шестая проблема вот здесь я хотел бы отметить что наша роль наша это те кто выпускает и работает со сметами да это добавить в проектное решение стоимость но сметно-нормативная база это не только как говорят расценочки это еще и информация о необходимых трудозатратах о машиночасах строительной техники которая нужна а также о всех тех материалах которые нужны для монтажа той или иной конструкции то есть о материальных ресурсах вот по простому говоря сметная программа или сметная обработка это это то узкое горлышко через которое 3d модель может получить дальнейшую жизнь в виде уже 4 5 6d моделей и вот на этом слайде показано что вот имеем мы до 3d модель имеем по ней были сделаны сметы когда были сделаны сметы и эти сметные данные результаты остались каким-то образом бим модели да ну так вот можно сказать что мы каждому элементу бим модели каждому элементу бим модели придаем такие качества во первых как время то есть вот 3d модель при добавление времени превращается уже в 4d но что то как что значит добавить время это значит что мы определяем посредством календарного планирования время начала монтажа или установки конкретного элемента бим модели и продолжительность так то есть время начала и потом продолжить от некого нуля и затем продолжительность монтажа тем самым как бы на временной оси четко будет видно когда что должно начинать монтироваться и находится или она в стадии монтажа или уже закончена так если при этом вот в левом нижнем углу мы уже как бы имеем 4d модель если при этом мы добавляем к каждому элементу модели информацию о том сколько нужно человека часов на ее монтаж какая нужна строительная техника сколько это вообще насколько все это затратно какие нужны материалы то мы получаем 5d бим модель вот 5d бим модель она уже значит впитав информацию о ресурсах становится ну очень скажем так качественным и полезным информационным продуктом для подрядчиков для подрядчиков с тем чтобы они могли организовывать свое строительное производство и использовать те данные которые уже заложены ну и наконец вот вообще этапы жизненного цикла строительной продукции они подразумевают что да вот объект построен введен в эксплуатацию так эксплуатационный период он очень всегда продолжительный это десятки лет и вот на эксплуатационном периоде если мы в 5d модель добавим еще такую информацию как срок службы каждого элемента пускай это будет там электрика светильники там пускай это будет сантехника там умывальники там раковины и так далее пускай это будут даже конструк как конструктивы какие-то да скажем двери окна они же тоже не был не вечные бывают да то тогда если вот добавить вот эту информацию о сроке службы элементов то на эксплуатационном этапе задачи решения вот о плановых ремонтов становится просто формальной уже все есть уже все есть бим-модель остается только получать и видеть какой-то результат вот шестая проблема это сквозное проектирование бим-модель не должна умереть выйдя из проектной организации так у нее жизнь дальше в плане календарного планирования у него дальше жизнь в процессе возведения объектов и дальше у него жизнь а тут уже в процессе эксплуатации ну если еще смотреть еще дальше то любой строительный объект доходит до того состояния когда его надо или реконструировать или утилизировать да так вот реконструкция или утилизация это тоже какие-то работы это тоже какие-то объемы и эти же эти же объемы они могут быть также просчитаны автоматически через методную систему с тем чтобы получить или проект реконструкции или проект утилизации седьмая проблема ну смысле вот к шестой проблеме я еще хотел просто сказать что вот говорил про это узкое горлышко да когда модель из 3d состояния превращается в 4 потом в 5d и хотел два слова сказать что вот наш программный продукт аккорд да он имеет две модификации аккорд поз для разработки проектов организации строительства и аккорд профессиональный это уже для разработки проектов производства работ ппров это инструмент преобразования модели в 5d причем преобразовать и можно это как бы представлениями проектировщика это будет тогда аккорд поз да или представлениями технолога уже в подрядной организации это будет аккорд профессиональный они видят технологию по-разному проектировщики в крупном каком-то виде то есть широкими такими крупными мазками подрядчики видят эту техна строительную технологию в виде технологических комплектов работ это существенно более мелкие вещи и вот эти технологические комплекты работ выстроенные с какой-то процессный граф или вот график ганта помещенная на график ганта во время вот они и дают нам уже возможность преобразовать модель в 5d ну кратенько возможности аккорда что мы формируем календарный календарный график на основе результатов расчета локальных смет вот сметы локальная это вообще кладезь информации там помимо цены помимо стоимости я уже упоминал есть значит информация о трудовых ресурсах о строительной технике о материальных ресурсах которые нужны потом аккорд позволяет планировать под конкретные ресурсы под конкретной сроки под конкретной графики и даже оптимальным способом также возможности аккорда входят учет фактического выполнения формирования отчетных документов вот до обеденного перерыва в этом зале были доклады на эту тему тоже предусмотрено предусмотрен учет инфляционного удорожания процесс строительства как правило длительный и инфляционный фактор успевает себя проявить показать что денег то надо больше а насколько больше ну а в интерфейсных решениях предусмотрено динамическое отображение результатов планирования в виде диаграмм и которые работают в режиме реального времени то есть стоит только что-то поправить в календарном плане как вы тут же это все будете видеть диаграммах и вот такие задачи мы решаем при преобразовании этой модели в 5d теперь седьмая проблема возврат данных в бим-модель к нам к сметчикам бим-модель пришла значит уже с инженерными параметрами со всякими да мы выработали сметную стоимость куда ее девать только в смете показать или можно назад куда-то в бим-модель положить так мы выработали временные параметры и определили ресурсные параметры так вот это седьмая проблема состоит в том что бим-менеджмент бим-менеджмент должен подразумевать включение бим-модель тех результатов которые вырабатывают сметчики и те кто занимается задачами календарного планирования то есть это и дает вот возможность из 3d модели получать 4 и 5d модель ну и наконец проблема номер восемь погружение сметчиков бим-технологии или в технологии информационного моделирования для того чтобы обеспечить информацией сметных специалистов что такое технологии информационного моделирования какие имеются возможности мы во первых разработали детальное описание работы сметчика с бим-моделями на вот по всем этим 10 бим-платформам так оно охватывает все наши возможности во вторых на нашем сайте да там на нашем сайте есть ссылка на youtube на ю тубе размещены видеоматериалы видео уроков видео уроков да по работе с бим сметой на сегодняшний день там 25 видео уроков каждый там продолжительностью 3-5 минут то есть совершенно не утомляют как сейчас уже в плане шутки сказать уже мы все тиктокеры да читать ничего не читаем вот покажите нам что-то там на минутку что-то забавное и мы будем уже довольны вот в этом ключе мы подготовили видеоматериалы ну конечно же мы подготовим применяем фундаментальную подготовку мы проводим школы добим сметчиков и в этом году только уже провели на 6 6 школ 7 школа у нас будет в декабре в санкт-петербурге на базе союза инженеров сметчиков это у горячкина павла владимировича так пожалуйста если у кого-то есть интерес то в течение вот этих пяти рабочих дней мы достаточно плотно обучаем и в большом очень объеме даем информацию о том как сметчиком работать в технологиях информационного моделирования с учетом вот этих всех десяти бим платформ с которыми мы интегрировались и для того чтобы снизить порог вхождения вот в эти проблемы мы разработали триальную версию бим сметы которая тут вот на слайде написано 30 дней на самом деле уже 60 дней то есть в течение двух месяцев вы ставите себе надо конечно иметь какую-то из бим платформ о которых тут говорилось и в течение двух месяцев без всяких денег без всяких скажем там каких-то затрат изучаете возможности бим сметы с той бим платформы которая с которой вам придется возможно работать то есть это такая самоподготовка с бесплатной возможностью в течение двух месяцев попробовать все те вот наработки которые мы создали за вот эти десять лет ну и соответственно наша бим смета в с вот на конкурсе бим технологии семнадцатого еще года получила диплом финалиста 20 21 год как раз когда была пандемия мы взяли первое место как лучшие бим идея года с вот идеологии бим сметы а также нашим коллективом проведены уже два международных строительных чемпионата в прошлом году он был сочи в апреле месяце в этом году он был вот в октябре в начале октября в казани и наша компания выступала как технический партнер и провайдер номинации ценообразования и сметное дело в строительстве и если в прошлом году у нас было всего 13 конкурсантов да из них биме работала там два-три человека то в этом году уже было 30 конкурсантов и двадцать из них работали уже в биме и только одна треть традиционно по 2d чертежам то есть технологии информационного моделирования это не что-то то которое наступит когда-то да это уже вот она по простому говоря стучится в дверь к сметчикам и мы стараемся способствовать тому чтобы сметные специалисты входили в эти технологии информационного моделирования достойно и чтобы их работа их работа была значимой важной и качественной ну вот кратенько наверное на этом все спасибо за внимание спасибо владимир альевич у зала есть вопросы у меня есть владимир альич вопрос пожалуйста да слушай я правильно понимаю что инженер сметчик по концепции которую вы звучали он работает и в среде разработки то есть добавляет сметные свойства элементом затем готовит наверное ведомость объемов работ некую не совсем так я слушаю да в рекомпозитор там дорабатывает или наверно вот здесь он готовит ведомость объемов работы потом он оправляет свою любимую программу например условную гранд смету то есть он в трех продуктах если их разделять как продукты условно работает чтобы подготовить итоговую светную смету да значит я постараюсь дать развернутый ответ на ваш вопрос BIM модель это конечное перечислимое количество каких-то элементов так оно обзорно всегда не бесконечно там окна двери колонны ригели балки светильники и так далее да они в BIM модели находятся в некоторой проектной структуре то есть систематизированные там по захваткам по этажам там по допустим галереям там не знаю в общем ну какой-то проектный принцип классификации всех элементов задача сметчика их все обработать их осметить так то есть если вот когда учат осмечивать по чертежам то говорят ты вот объем увидеть обязательно да просчитай площадь там просчитай объем в кубах там земли и так далее в BIM при работе с BIM моделями объемы считать не надо они сами придут они готовы и приходят и вот теперь какая задача сметчика у нас есть такой вот продукт который называется рекомпозитор так термин этот ну он как бы не новый но и не мы его придумали но смысл следующий вот все те элементы которые имеются в проектной структуре они должны найти себе место в сметной структуре по простому говоря мы каждый элемент из проектной структуры должны переселить должны осметить вот мы ему как бы задаем сметное свойство и потом поместить его в сметную структуру то есть какой-то соответствующий раздел сметы например окна в раздел окна там допустим сантехнику там в раздел сантехнические работы и вот это как бы вот работа она новая возникла да не было необходимости сметчика он как бы сам понимал вот он лист там обрабатывает чертежа такой-то он понимает что это идет все там wire смету wire это в коже а здесь у него все сразу все элементы бим модели перед ним и он должен их расселить все куда-то в разделы сметы вот это процесс рекомпозиции так как только да вот в ходе этого процесса сметчик всегда имея доступ к бим модели и и с помощью наших плагинов он всегда может сказать скрой то что я уже сделал скрываются или показываются все те элементы которые значит сметчик обработал так или не обработал и изо дня в день работа сметчика как бы состоит в том что у него вот он приходит утром открывает бим модель просит скрыть готовое у него все меньше 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 в какой-то день раз он попросил скрыть готовое у него пусто все сделано так вот как меняется суть сметной работы у сметчика уходит необходимость вообще уходит считать объемы стало быть у него появляется больше времени на то чтобы правильно подобрать технологии вот тут первом докладе в нашей послеобеденной сессии говорилось о применимости норм там и так далее да то есть вот у сметчика появляется больше времени на то чтобы правильно подобрать технологии чтобы правильно учесть все те указания в технических частях касающихся способов производства работ там каких-то коэффициентам трудозатратам к расходу материалов их очень много в этих технических частях то есть этому уделить внимание и основное свое еще как бы внимание он должен уделить вот этому вот процессу рекомпозиции то есть где что должно жить в сметах в модели она понятно все есть все живет где-то как она будет смотреться все это в сметах ну вот ответы на все эти вопросы они у нас решены в течение вот этих десяти лет мы они перед нами стояли и мы их решали так пожалуйста благодарю за развернутый ответ спасибо кирилл олегович павленко раз специалистов тематизации проектного управления тилент прошу да коллеги всем добрый день сегодня поговорили про то как составляются сметы я хочу сегодня поговорить про экономическую оценку и управление инвестиционными проектами на основе информационной модели в решении 1с пм управления проектами и 1с девелопменты управления недвижимостью расскажу о нас мы на рынке с 2004 года мы автоматизировали более 300 проектно ориентированных организаций у нас более десяти решений которые мы постоянно развиваем и поддерживаем том числе это две версии программного продукта 1с пм управления проектами корпоративной и профессиональной версии модуль для системы erp и также программный продукт девелопмент управления недвижимостью про который мы сегодня с вами поговорим перед вами представлены наши заказчики где мы имели опыт уже работы автоматизации если мы говорим про девелопмент то мы подразумеваем что там есть инвестиционно-строительные проекты коммерческие проекты управления они направлены на объекты недвижимости и цель у этого если мы говорим про коммерческие проекты то цель капитализации объектов и прибыль от эксплуатации если мы говорим про социальную недвижимость то это развитие социальной инфраструктуры управление проектом по строительству перед вами представлена визуализация структуры работ проекта скриншот из системы где мы выводим необходимые для нас показатели которыми мы хотим управлять и также мы можем выводить в единое окно диаграмму ганта для того чтобы сравнивать версии между собой сравнивать сроки не пропустить какие-то контрольные вехи по выполнению нашего проекта также рабочий стол руководителя имеет возможность выводить различные кпи в с кривых например внизу представлена с кривая постройка 19 этажного здания и 17 этажного здания где мы видим под одну застройку у нас был взят кредит под другую застройку мы выполняли своими силами и тем самым система нам может прогнозировать нашу из кривую что произойдет при кредитовании стадии контроля проекта это фазы проекта на этих фазах проекта есть чек-листы чек-листы это выполнение конкретных исполнителей заданий если мы видим что у нас конкретный исполнитель иванов там просрочил задания мы не смогли перейти к следующей фазе и соответственно принимаются управленческие решения непосредственно бим бим загружается 3d модель мы сделали интеграцию с системой ринга загружается 3d модель формируется структура работ объемы сроки это календарный сетевой график его мы можем брать на основе загрузки из смет у нас коллеги разработали программный продукт один из смета и на основании этого программного продукта формируется календарный сетевой график подгружаются ресурсы объемы бюджеты трудозатраты вот и формируется в единый портфель и также мы видим бюджеты расходов и бюджеты выплат предыдущий слайд про коммерческую недвижимость сейчас про социальную недвижимость постройка школы структура работ проекта выведены проектные задачи этапы и диаграмма ганта диаграмма ганта показывает сроки выполнения и она показывает процент выполнения процент готовности наших этапов также сюда можно вывести сравнение версий сравнивать между собой базовые планы договорные и фактические планы интеграция с ренгой с 3d моделью бим плеер встраивается прямо в структуру можно его загрузить и поэтапно мы видим с момента котлована мы видим как строится у нас недвижимость моделирование эффективности проекта когда мы можем смоделировать на основе выставленных коэффициентов полезного использования нашим подрядчикам оценок мы можем спрогнозировать что будет если мы привлечем наиболее компетентный подряд наиболее дорогостоящий и наиболее дешевый подряд у которого меньше компетенции как у нас растянутся сроки какие у нас будут бюджеты при этом система позволяет вести план фактный анализ выполненных объемов он может быть как в бюджетном выражении так и физ объемах баланс проекта визуализации управление объектами школы здесь должен был быть загружен ролик но не получилось идея следующая что у нас есть проектная задача в этой проектной задачи у нас есть наши спецификации объемы и на основании этих спецификаций мы можем по типу объекта выбирать объект на нашей 3d модели и тем самым мы в проектной задаче по номенкулаторным позициям можем отслеживать объемы стоимости и количество требуемого материала для строительства управление объектами коммерческой недвижимости квартирограмма проектное бюджетирование у нас есть план график у нас есть 3d помещение у нас есть профиль продаж на основании этого формируется у нас ддс девелоперского проекта то о чем я говорил про здание система позволяет прогнозировать различные варианты бюджетирования например без учета выплат по кредиту выстроить с кривые и с учетом выплат по кредиту с кривыми либо посмотреть визуализацию в табличной части отслеживание влияния изменений графиков мы видим не только в диаграмме ганта что у нас мы видим в диаграмме ганта не только изменения наших полосок но мы также видим и изменения наших бюджетов таблицы съезжают полностью трудозатраты объемы съезжают съезжает все сравнение вариантов проекта это проект когда мы взяли кредит под 18 этажное здание и право зеленое у нас это где 19 этажное здание мы его выполняем своими силами и здесь мы видим финрез 3d kpi по 3d модели здесь мы можем увидеть выполненные законтрактованные не принятые объемы соответственно там нижняя часть зеленые этажи это наши принятые выполненные уже объемы и также еще панель kpi показывает сколько у нас должно было быть принято сколько у нас не принято на текущую дату различные визуализации системе монитор проекта он показывает освоение перов smr в контрактации финансирование и отклонения на текущую дату можно выводить как показатели так и снизу в диаграммах если говорить про проектирование то можно формировать годовой бизнес-план на следующий год некий бизнес-план посмотреть все проекты которые мы хотим реализовать посмотреть проекты которые мы хотим взять и сравнить готовым из-за них браться или не готовы оценка проекта и расчет цены контракта когда заполняется по экспертизе документ и на основании этого документа мы можем сформировать итоговые показатели с каким подрядчиком мы готовы работать какая стоимость контракта будет сколько будет трудозатрат и какие объемы потребуется для выполнения проекта оценка предварительной загрузки это сводная загрузка и загрузка по месяцам по всем проектам загрузка подразделений можно загрузку делать отдельно по ролям в системе у нас трехуровневое планирование предварительный уровень планирования это на верхнеуровневые этапы Можно также планировать окончательный уровень, это на конкретные проектные задачи, и назначать исполнителей Иванова, Петрова, Сидорова. Также можно назначать на проектные задачи целые подразделения, и система умеет отслеживать загрузку, перепланировать, нивелировать конфликты и даже может автоматически распределять загрузку по проектам. Вот тот самый документ, это загрузка подразделений специальностей, где мы видим загрузку в разрезе мощностей и видим перезагрузку, то есть мы должны принять управленческое решение о нивелировании конфликта, либо взятие субподрядной работы, либо перезагрузить специалистов. В системе есть сущности, такие как договор, подрядчик, контрагент, бюджеты, это все связано между собой. То есть в любом отчете, допустим, бюджет доходов и расходов, план фактный, мы можем вытаскивать аналитики как раздел бюджетов, доходов и расходов, статьи, и также можем вводить сюда аналитику договор и контрагент, сравнивать между собой отклонения. Также можем формировать отчеты по выполнению объемов, в данный момент они бюджетные, можем также физобъемы выводить сюда. Соответственно, с какими-то подрядчиками мы законтрактовали 50%, с какими-то заказчиками 100%, и отчет позволяет сравнивать отклонения. Динамика экономики проекта, дерево ключевых показателей, когда мы без 3D модели делаем разбиение цены контракта на доходы и расходы, и в том числе видим, сколько у нас маржинальной прибыли на данный момент, допустим, 75%, а на текущую дату должно быть уже 100%. Оценка исполнителей и подрядчиков. Система позволяет ввести библиотеку нормативов и шаблонов, где мы по закрытию этапов можем выставлять коэффициент трудового использования, коэффициент полезного использования конкретному исполнителю, и в дальнейшем при назначении его на проект прогнозировать и моделировать, насколько он справится с этим проектом, как съедут сроки из-за него, и насколько там будет дешевле или дороже выполнение того или иного проекта. Можно загружать проекты из шаблонов, можно загружать из проекта, можно загружать из сметы. Немножко про заказчиков. UNK Project, они работают в системе с 2016 года, у них более 100 пользователей, ведут в системе планирование, управление и анализ, управление кадрами, бюджетирование, казначейство и учет. Работают на системе ERP плюс PM. ПИК проект застройщики, у них планирование учета, проектирование поручений, отчеты подразделений и интеграция с другими информационными базами 1С. Группа компании 15-20, также они ведут планирование, учет, контроль данных, сроков и бюджетов. Работают они на ERP, у них была куплена ERP, а потом они встроили отдельно модуль 1С PM управления проектами. Компания ERP ведет учет, план фактный, по прогнозированию, финансам и формирует отчеты. Tesco Group, ну из интересного, они добавили сюда еще Северсталью, с коллегами делали проект по интеграции 1С PM и SMET. Формировали сметы, загружали в управление проектами. Спасибо, выдающихся результатов. Вопросы? Судя по всему, вопросов у зала нет, у меня вопросов тоже нет. Докладом Кирилла Олеговича заканчивается крайняя сессия BIM форума. Ждем вас в следующем году, спасибо за участие. Да, спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!